МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях гордой региона расскажем в ближайшие 15 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Денис Капля. И вот о чём расскажем сегодня. Дистанционное обучение для школьников продолжается. Также не отменены правила самоизоляции лиц старше 65 лет. Свежие данные по коронавирусу в регионе через минуту. Два превышения ПДК по фенолу. Состояние воздуха проверили во всех районах Тольятти. Администрация инициирует проверку Росприроднадзора на предприятиях Центрального района. Тепло в дома Тольятти будет поступать по новой схеме. Скажется ли это на повышение коммунальных тарифов? Расскажем через несколько минут. Тольяттинским Толсам 25 лет. О том, как сегодня в непростой обстановке пандемии работают территориальные органы общественного самоуправления, рассказывали делегаты на Большом форуме «Территория особого статуса». Добрый спектакль для тех, кто стал реже видеть своих родителей. В Театре кукол устроили и представление для детей-медиков. Роли исполнили директора школ, детских садов, учреждений культуры и спорта. Коронавирусная инфекция пока не покидает Самарскую область. В связи с этим власти приняли решение о продлении некоторых ограничений, в том числе и для школьников. Дистанционная форма обучения для учеников 6 по 11 класс продлена до 20 декабря включительно. Также дети этой категории до 20 числа не могут находиться в торговых центрах. Туда им можно только в сопровождении взрослых. И к последним данным по заболеваемости коронавирусом. 7 декабря в Самарской области с коронавирусом справились 281 человек. Заразились 274 жителя региона, из них 29 в Тольятти. В Тольятти все выходные работала передвижная экологическая лаборатория. Состояние воздуха проверили во всех районах Тольятти. Горожане массово жаловались, что чувствуют в воздухе неприятный запах. В результате проверки было зафиксировано два превышения ПДК по фенолу. Администрация Тольятти инициирует проверку Росприроднадзора на предприятиях Центрального района. Кроме того, согласно предписанию, до сегодняшнего вечера промышленные заводы должны сократить количество выбросов. Продолжаем выпуск. В Самаре прошел 19-й форум добровольцев. С волонтерами лично пообщался губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что ни одно мероприятие не обходится без их участия. А в этом году волонтеры внесли неоценимый вклад в борьбу с пандемией. Глава региона сказал, отметил для себя многие идеи и дал поручение коллегам их отработать. А также поздравил волонтеров с праздником и вручил заслуженные награды. В ответ участники подарили мне толстовку, добавил губернатор. Как надежнее и дешевле доставить тепло в наши дома? Глава Тольятти Сергей Анташев встретился с жителями Комсомольского района. Обсудили, зачем городу нужна новая схема теплоснабжения и может ли она повлиять на повышение коммунальных тарифов. На встречу побывала наша съемочная группа. Репортаж Юрия Соколова. Нельзя сказать, что в зале негде яблоку было упасть, но эта особенность времени пандемии коронавируса диктует свои правила. В Комсомольском районе обсудить с главой города новую схему теплоснабжения пришли председатели ТОСов, депутаты и представители управляющих компаний. Это значит, что число собравшихся смело можно умножить на 100, потому что каждый из них проведет свои встречи с людьми. Важно, что собрали всех вместе, объяснили доступно, понятным языком, с ответами на вопросы, задал сам вопрос, которые были в голове, не укладывались некоторые моменты. У нас будет возможность транслировать конструктивную информацию, понятную и в доступной форме. На слайдах различные графики. На них видны износ системы теплоснабжения, количество ремонтов, экономически обоснованные тарифы и многое другое. За три года число аварий на теплосетях в Центральном районе увеличилось на 11%, в Автозаводском на 25%, а в Комсомольском на 31%. К 2025 году износ сетей составит около 90%. Это значит, что аварий будет больше. Поэтому новую схему теплоснабжения со всеми планами инвестиций и ремонтов необходимо принять как можно скорее. Недавно утвержден новый генеральный план развития города. В связи с этим законодательство требует разработку новой схемы теплоснабжения. Это чисто технический документ. Об изменении цен за тепло речи пока не идет. Эта схема, которую мы приняли, не имеет никакого отношения к схеме, к ценовой зоне, которая будет приниматься позже. Есть ли она более? Второй момент. Мы в 2014 году приняли старую схему теплоснабжения. Последний раз ее актуализировали в 2016 году. Нам за это сделали замечание. Законом предусмотрено, что мы должны разработать схему. Ровно это мы сделали. Если мы хотим качественное теплоснабжение, хотим меньше отказов, меньше порывов, хотим более комфортно получать тепло и при этом меньше платить, нужно понять, как это сделать. Варианты есть и они прописаны в новой схеме. В первом случае городские теплосети можно сдать в аренду и на вырученные деньги город будет приводить в порядок магистрали сам. Предусматривается и договор концессии, когда тот, кто пользуется сетями, их же и ремонтирует. В одном случае тарифы за тепло будут расти медленнее и незначительно, в другом – быстрее и заметнее. Но ни в каком из них не предусмотрен двукратный рост тарифов, о котором сегодня так активно говорят оппоненты. В конечном итоге, как и сколько платить за тепло, будут решать жители. Однако, без принятия самой схемы это невозможно. Схема должна сбалансировать, отметить новые объекты, новые нагрузки, резервы отметить. Должна сказать, если в генплане присмотрели новое строительство, надо предусмотреть направление, как там будем развиваться. Либо за счет газа, либо будем свободные мощности направлять, либо будем индивидуальные котельные. Это определяет схему теплоснабжения. Схема должна быть. И тогда нужно, чтобы не было это политически, отделять. Техническая схема – это одно, ценовые зоны – это другое, альткотельные – это третье. Сегодня в Тольятти отапливают ТЭЦ и котельные. В первом случае получение тепла значительно дешевле, потому что основная деятельность ТЭЦ – выработка электроэнергии, а тепло – побочный продукт. Кроме того, сегодня тепловые электростанции используют газ. Это экологичнее угля, которым отапливаются котельные. Новая схема предусматривает переход на получение тепла в основном от ТЭЦ. Тем более, у последних есть значительные резервы для его выработки. Например, ТЭЦ Центрального района вполне может обеспечить весь Комсомольск теплом. Мы говорим спасибо главе города за обстоятельное такое обсуждение. И думаем, что схему теплоснабжения нужно принимать. От принятия этой схемы будут изменения, больше всего коснутся жителей Комсомольского района. Поэтому я очень рад лично, что глава приехал, все рассказал. Сегодняшняя встреча была, я считаю, очень актуальна. Во-первых, часто задаются вопросы, когда жители конкретные, жители районов, города недоинформированы. Потому что существует несколько мнений, они часто взаимоисключающие, диаметрально противоположные. Новая схема теплоснабжения предусматривает несколько вариантов финансирования модернизации сетей. И ни один из них не может привести к резкому росту оплаты за тепло. Но если протянуть время и ничего не менять, то рано или поздно будут введены так называемые экономически обоснованные тарифы. А это значит, что для жителей Комсомольского района оплата за тепло может увеличиться на 40%, для Поволжского на 75%. Юрий Соколов, Александр Туровский, Новости Тольятти. И к другим новостям. Возле села Климовка упал в воду строительный кран, два человека погибли. Инцидент произошел накануне. По данным Следственного комитета, два человека погибли, еще трое получили травмы. Двое пострадавших были направлены в больницу, третий отказался от госпитализации. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Самарский областной научно-образовательный центр мирового уровня инженерия будущего победил в федеральном конкурсном отборе. Он вошел в пятерку организаций, которые получат государственную поддержку. Его деятельность сосредоточена на пяти направлениях. Двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Всего будет создано 15 таких научно-образовательных центров мирового уровня в рамках национального проекта «Наука». О других заметных событиях расскажем в нашем коротком обзоре за одну минуту. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить передвижение россиян между регионами для борьбы с COVID-19, а также продумать перемещение людей внутри областей. Клава Минздрава подчеркнул, что это может понадобиться, пока не появится возможность влиять на эпид-процесс с помощью лекарств. С марта в России вывели почти 2,5 миллиона инфицированных. Из них 2 миллиона выздоровели, больше 43 тысяч умерли. Самая сложная обстановка наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Более 122 тысяч итальятинских ребят получат подарок от губернатора Самарской области. Сладкие наборы вручат детям от 2 до 15 лет. Среди подростков 16-17 лет бесплатный подарок получат те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Проживают в многодетных семьях. Дети-сироты, дети-инвалиды. Школьников с 1 по 5 класс поздравят до 20 декабря в учебном заведении. А вот для учеников на дистанционном обучении будет разработан график выдачи подарков. Как сообщают синоптики, в ближайшие три дня в нашей губернии сохранится морозная погода без осадков, со слабым ветром, местами с туманом. Дневная температура воздуха опустится до минус 14 градусов, ночная до минус 20. По данным метеорологов, это аномальные морозы для начала декабря. Обычная температура в это время выше на 9 градусов. 25 лет назад в Тольятти была образована система территориального общественного самоуправления. Сегодня мы знаем ее под сокращением ТОС. Именно благодаря этой системе тольяттинцы получили возможность самостоятельно решать свои жизненно важные вопросы. От благоустройства своего района до организации массовых праздников. О том, как сегодня в непростой обстановке пандемии работают ТОС, рассказывали делегаты на большом форуме. Территория особого статуса. Сейчас у ТОСов действительно прибавилось как возможностей, так и ответственности. На вас держится инициативная часть нашего города. За вами идеи, за вами контакт с главами района, с депутатами и выражение мнения жителей. И быстрее, самый короткий путь для того, чтобы донести до исполнительной власти. Я хочу вас поздравить с этой знаменательной датой. В городе сегодня 53 органа территориального общественного самоуправления. Больше половины из них наделены статусом юридического лица, что ко многому обязывает. Но в этом статусе гораздо проще решать различные задачи. Например, в области ЖКХ. ТОСы сегодня занимаются всем тем, что называется комфортная городская среда. И спортивными площадками, и обращениями по ремонту дорог и тротуаров. Обеспечением правопорядка, решением экологических задач. И, конечно, социальной помощью нуждающимся. И все это во многом на общественных началах. Сегодня работать за идею не модно. Но представители ТОСов работают не за деньги, а для людей. А это действительно стоит уважения. Именно люди неравнодушные, искренне болеющие за то, как мы будем жить вместе в мире, в своем городе, в своем микрорайоне. Только и могут называться настоящими ТОСовцами. Сегодняшний форум как раз и показал то, что ТОС действительно территория особого статуса. Статуса этих неравнодушных людей. На форуме было озвучено много новых интересных идей по организации и практической работе ТОСов. А еще был телемост с представителями таких же организаций и из других областей. И, конечно, было награждение. Лучшие ТОСы районов получили памятные дипломы и подарки. Вы смотрите новости Тольятти и мы продолжаем. Добрая сказка для маленьких и взрослых в конце этого тяжелого года. В Тольяттинском театре «Кукол» дали благотворительный спектакль. Его гостями стали дети медиков. Спектакль показывается благотворительный для детей и медиков. И на самом деле и название спектакля «Добрый доктор Айболит». И каждый ребенок имеет своего доброго доктора Айболит в своей семье. Очень важно, что сегодня у них есть возможность провести время вместе. Поэтому мы гордимся медиками. Я сегодня уже сказал, что дети могут гордиться своими родителями. Сложилась настолько профессиональная команда, которая живет этим. И в прошлом году мы дали четыре таких спектакля на разных площадках нашего города. Но в этом году я предложила коллегам сделать спектакль для ребятишек, чьи родители работают в красной зоне. Понимая, что позитив сегодня лечит людей. И ребята откликнулись. И мы с удовольствием сегодня встретились, соскучились по этому спектаклю. И искренне даем его на сцене нашего любимого театра «Кукол». Каждый раз поднятие на сцену – это волнение. Волнение перед тем, что ты должен рассказать эту историю детям. И, конечно, первое, чтобы прикоснуться к прекрасному, к доброму, вечному. И чтобы у ребят осталось хорошее настроение. Было приятно, что медиков тоже немножко подбадривают, дают время и возможность провести свой досуг интересно. Сейчас они реже проводят время вместе с родителями и чаще видят их уставшими. История про доктора Айболита помогла ребятам понять, почему работа папы или мамы порой оказывается важнее семьи. И подарила радостный выходной. Роли в спектакле исполнили директора школ, детских садов, учреждений культуры и спорта. И о погоде рубрику представляет салон Штор Аллегра. Регион «Волга» в связи с увеличением объемов приглашает на работу обработчиков изделий из пластмасс, транспортировщиков, сборщиков пластмассовых изделий. Возможно обучение. График работы 2 через 2. Доставка служебным транспортом. Улица Северная, 18А. Телефон 69-78-68. Впервые в Тольятти. Зоопарк «Страна обезьяны-пушистиков». Мартышки, игрунки, еноты. С 26 ноября по 25 января. ТРЦ «Мадагаскар». Льва Яшина, 14, 3 этаж. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте «Тольятти24» и в наших группах в социальных сетях. В студии работал Денис Капля. Всего доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова